Наша деревня, по моим данным, это 160 человек участвовали на войне. По данным архивов, родное село Япанчина Лаишевского района с фронта вернулись только 7 человек. Но по мнению Фаргата Ахмедшина их в 10 раз больше. Данные о фронтовиках были утеряны, поскольку село ушло под воду после образования Куйбышевского водохранилища. Возвращается из одной деревни 70-80 человек, значит, мы потеряли. Это же страшная сифра. Об этом Фаргат Ахмедшин написал в книге «Мы внуки Кубрат Хана». Сегодня представил ее на заседании Конгресса Татар. Находят факты в архивах, значит, Министерство обороны, где погиб, в каком году погиб, где похоронен, какими наградами должен был награжден. И вот вручают эти бумаги, и даже награды они пробивают, и вручаются родственникам. Это всю черновую работу делает команда Черепанова и наши краеведы-историки. Огромный вклад в победу внесли и женщины. В тылу работали на заводах и фабриках. В полях и госпиталях. Пилили лес и воевали наравне с мужчинами на фронте. Зенечицы. Только были татарки, которые охраняли небо Москвы и Ленинграда. В основном составляли татарки. Берите пример из татарок, кричали они. В Татарстане 200 тысяч солдат до сих пор числятся пропавшими без вести. Данные о большинстве из них хранились в архиве Минобороны и были рассекречены лишь два года назад. Теперь их подвиги описаны в книге «Не ради славы, ради жизни на земле». Представьте себе, уже третий том. И в каждом томе они разбивают этот список по районам, в какой могиле он конкретно лежит в городе Кирове, например, Калужской области. И здесь краткие сведения. Годы жизни, место рождения, место службы, дата смерти и точное место захоронения. За круглым столом предложили признать всех пропавших без вести татарстанцев умершими. Так поступили другие страны-участницы Второй мировой войны. Это позволит вернуть землякам, не предававшим Родину, их добрые имена и увековечить память о них. Иван Сарафанов, Вадим Иларионов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани. 5705-100. Субтитры создавал DimaTorzok